В третьей части нашего видео по синхронизации FieldMap мы обсудим дополнительные возможности, связанные с синхронизацией. Имеется дополнительная функциональность и возможности различных тонких настроек, которые дают возможность повысить продуктивность или улучшить средства для работы полевых бригад и всех остальных участников синхронизации. В DataCollector имеется возможность более детальной настройки синхронизации, когда после запуска синхронизации возможно решить, если будет синхронизация проведена для всей базы данных или только для активной пробной площади. Естественно, синхронизация одной пробной площади произойдет значительно быстрее, чем синхронизация всей базы данных. Кроме того, для администратора имеются некоторые дополнительные возможности. Во-первых, это возможность отправить папку или файл в синхронизацию. Есть все папки и файлы, которые находятся в папке Mists, которые опять в свою очередь находятся в папке проекта FieldMap. Файлы можно обозначить и путем синхронизации отправить другим пользователям. Такие возможности обычно используются для того, чтобы отправить некоторые специфические файлы, которые связаны с дополнительной функциональностью, со специфическими библиотеками или скриптами. Это очень удобная вещь. Дальше есть возможность проведить анализ работы по синхронизации. Такая возможность имеется у администратора. И если администратор разрешит другим пользователям, то у других пользователей. Если нажать эту кнопку, то мы получим нам знакомое окно, но здесь оно для анализа синхронизации. Запускаем и получаем информацию на уровне отдельных пробных площадей, кто и когда с ними работал последний раз. То есть с пробной площадью один работал, то есть синхронизацию проводил лидер NFI, так, дата, так, дата, и использователь с ней работал и синхронизацию провел. Тим один, опять дата и время последней синхронизации. И такая информация имеется про все пробные площади. Это очень удобно, потому что можно проследить, например, что та или другая пробная площадь была пока не тронута, с ней никто не работал. И можно опять, так сказать, принять меры для того, чтобы в логистике проведения проекта все проходило правильно. Кроме того, имеется на уровне пробных площадей то, кому эта пробная площадь присвоена. Вы видите, что пробная площадь один присвоена тиму один и двумя сотрудникам по обработке данных. И то же самое имеется про все пробные площади, которые прошли синхронизации. В нашем случае это было 30 пробных площадок. Таблицу можно отобразить в экселе. Она будет изображена таким образом. Вся информация будет хранить и использовать в управлении проектом инвентаризации. Если мы по какой-то причине хотим исключить некоторые слои проекта FieldMap с синхронизацией, то мы можем создать файл, который называется Synchronization.xml и находится в папке проекта, в папке Mists. И в нем записать в такой простой структуре, которую вы видите на экране, название слоя или слоев, которые будут исключены из синхронизации. Иногда бывают некоторые слои, которые использованы только для временных расчетов, хранения временных данных. И такие слои не имеют смысла синхронизировать. С другой стороны могут быть слои, которые являются постоянными, они заранее определены со стороны администратора, и полевые бригады с ними не работают, используют их только для просмотра. И такие слои, которые иногда могут быть достаточно крупными, тоже не имеют смысла синхронизировать. Поэтому для ускорения синхронизации можно создать такой список слоев. Синхронизация отразилась также в возможностях по созданию скриптов. Как вы знаете, возможность создания скриптов в фильме поиграет очень важную роль и дает возможность построить пользовательскую дополнительную функциональность. Имеется несколько функций прямо связанных с синхронизацией. Первая из них отправляет структуру проекта и справочники в синхронизацию. Вторая отправляет только справочники в синхронизацию. И третья отправляет выбранные справочники в синхронизацию. Не все, а только некоторые. При помощи скрипта можно также отправить любой файл в синхронизацию. И самое основное, при помощи скрипта можно запустить саму синхронизацию. Причем есть две возможности. Первая более простая, которая работает с одной пробной площадью с заданным идентификатором. А вторая более продвинутая, которая дает возможность отправить в синхронизацию выбранный ряд пробных площадок. Таким образом, например, можно использовать еще другой функции по скриптам, которая определяет, если конкретная пробная площадь была изменена с точки зрения данных от времени последней синхронизации. И можно создать тогда список пробных площадей, которые поменялись с последней синхронизацией, и направить их в синхронизацию. И таким образом оптимизировать объем данных, которые пройдут последующей синхронизацией. Как вы знаете, в FieldMap имеется целый ряд так называемых событий, которые происходят в той или другой точке при проведении программы FieldMap. И в этих событиях, в этих точках можно построить скрипты, которые реагируют на прошедшие события. Кроме многих других событий, имеются тоже события, прямо связанные с синхронизацией. Если мы посмотрим на так называемые глобальные события, то в части FieldMap имеются два события. Они называются Before Synchronization and After Synchronization. То есть, эти события происходят перед проведением синхронизации и после проведения синхронизации. И таким образом можно провести какую-то специфическую подготовку данных до синхронизации и для синхронизации. И среагировать на проведенную синхронизацию. В частности, например, если в результате синхронизации поменялись справочники, то нужно эти справочники отразить в настоящей сессии FieldMap. И можно и другие. Часто это связано уже с какими-то специфическими пользовательскими библиотеками, специфическими пользовательскими файлами. Но есть два четко определенные события, которые дают возможность среагировать и создать специфические пользовательские скрипты. Специфические настройки могут быть также вложены в INI файлы, которые управляют работой программы FieldMap. В частности, их имеется два. Один, который называется Project INI, находится в папке Mists каждого проекта. То есть, он специфический для каждого проекта. А второй, который называется System2.ini, находится в папке Program Data FieldMap. И он общий для всех приложений FieldMap. В нем находится часть, которая называется синхронизация. И в ней имеются два атрибута, два параметра, которые можно настроить, присвоить им 0 или 1 у SynchroLog. Это включает или выключает запись из окна синхронизации в текстовой файл SynchroLog.txt. Еще в названии тоже будет дата и время проведения синхронизации. То есть, вы впоследствии можете посмотреть на то, каким образом произошла синхронизация. Более важным является параметр Repetition Interval Minutes, в который вкладывается количество минут, которые будут интервалом повторных попробований проведения синхронизации. Если вы проводите синхронизацию, и по какой-то причине ее не удастся провести, в частности, это может быть тогда, когда и в то же время и другой пользователь синхронизирует те же пробные площади, потому что при синхронизации та пробная площадь, которая синхронизируется, она заключается, закрывается на сервере, и к ней в тот момент не имеет доступ никто другой. Для того, чтобы вам не надо было вручную запускать синхронизацию повторно, в систему вы можете вложить вот этот интервал, и тогда при неудачной синхронизации она повторится через заданный интервал. То есть, вы можете запустить синхронизацию и уйти от компьютера, и вы можете быть уверены, что ранее или позднее синхронизация произойдет. В Project Inny, который находится в папке конкретного проекта, имеются опять в части синхронизации три настройки, три параметра. Первый является названием сервера, который используется в синхронизации. Его вкладывается, это название вкладывается в окне синхронизации. И связано со вторым параметром, который нужно или можно вручную записать в Project Inny, Locked может быть 0 или 1, 0 это не замыкается, и вторая единичка замыкает сервер. То есть, другими словами, если в проект уже привязан к какому-то серверу синхронизации, и этот параметр Locked будет равен единичке, то в диалоге в окне синхронизации уже нельзя будет менять сервер. Это очень практично, в частности, когда полевым бригадам уже присвоен сервер для синхронизации, то нет смысла его менять, и даже нежелательно пробовать его менять. Поэтому его можно закрыть, замыкается, и нельзя его менять. И третий параметр, который опять связан с самим окном синхронизации, и меняется в окне синхронизации, и его не нужно менять в Project Inny, это то, если будет проводиться синхронизация всей базы данных или актуальной пробной площади. Одним из приложений FieldMap является, так называемый, Database Query Tool, или сокращенно, DQT. Это средство для проведения запросов в базу данных. Оно является составной частью FieldMap Data Collector, оттуда его можно запускать и использовать. Но DQT существует также как самостоятельное приложение, которое можно запустить напрямую. И в отличие от всех других приложений FieldMap, DQT, так как оно делает только запрос в базу данных и использует данные, не меняет их, то DQT можно подключить прямо к серверной базе данных. И таким образом DQT служит для того, чтобы дать еще каким-то дополнительным пользователям, связанным с обработкой данных, возможность работать с базой данных инвентаризации, без того, чтобы они имели право менять ее содержание. Я могу подключить DQT непосредственно к серверу. Допустим, что я являюсь пользователем по обработке данных номер один. И получаю стандартное окно DQT, где могут быть заранее определены задачи по обработке и запросу данных с базы данных. Я могу работать или через синхронизирование задачи, или свои локальные задачи, которые не будут входить в синхронизацию. Допустим, я могу создать одну задачу, очень непростую, для демонстрации. Так как у нас там очень мало данных, то я, например, могу сделать то, что я хочу. Из папки деревьев сделать список деревьев с идентификатором, с породой, с названием породы в частности, и диаметром на высоте груди. Все остальные возможности по выбору слоев и атрибутов, по созданию условий выборки, такие же, как в DQT, которые находятся непосредственно в датаколекторе. И я могу сразу посмотреть результат. Сейчас был проведен запрос. Здесь видно, как он выглядит, этот запрос, в центральную базу данных, отдаленную, которая на MSSQL сервере. И в результате я получил таблицу, получил таблицу со строчками, которые были получены по запросу. В результате я могу опять уложить в эксцелфские файлы, например, которые потом можно дальше обработать или использовать для отчетов. отчетов. Продолжение следует... Продолжение следует...